Прежде всего нужно понимать, что существует два уровня коррупции, две разновидности коррупции. То, о чем мы сейчас ведем речь, это так называемая бытовая коррупция или нижний уровень коррупционной составляющей. Это то, с чем сталкивается обычный гражданин в своей повседневной деятельности. То есть это поликлиники, это ГИБДД, это школы, это жилищно-коммунальные структуры, это чиновники на уровне муниципалитетов. Вот, собственно, это тот уровень, с которым сталкиваются практически все наши граждане. И именно этот уровень в обыденном сознании мы называем коррупцией. Хотя, с точки зрения, например, Transparency International, других международных структур, которые занимаются антикоррупционной проблематикой, они-то не это рассматривают. Они рассматривают уровень взаимоотношения крупного капитала и государства, крупных федеральных чиновников и так далее. То есть мы называем коррупцией подчас совершенно разные вещи. Так вот, если мы говорим о бытовой коррупции, то очевидно, что гражданин должен быть в данном случае активным участником процессов по антикоррупционной профилактике. То есть, прежде всего, первое, он не должен сам включаться в цепочку коррупции. То есть должен прекратить давать взятки и понуждать чиновников получать эти взятки или так называемые подарки. Если сам гражданин не будет провоцировать чиновника на получение каких-то подношений, уже значительная часть проблемы будет решена. Кстати, очень интересные ведь есть социологические исследования, в соответствии с которыми граждане, участвуя в коррупционных схемах, сами себя не отождествляют с коррупционерами. Вот чем дело. То есть, отвечая на два рядом поставленных вопроса, все ли чиновники, велик ли процент среди чиновников-коррупционеров, гражданин говорит «да». Отвечая на второй вопрос, давали ли вы взятки чиновникам, гражданин говорит «нет». То есть, дает два противоположных вопроса. Первое, человек должен перестать провоцировать взятки. То есть, перестать давать деньги участковому врачу в школе, на автотрассе. И уже значительная часть проблемы будет решена. Второе, и это очевидно, что существует достаточно большой сейчас инструментарий по общественному контролю за теми или иными действиями должностных лиц. И очевидно, что гражданин может, ответственный гражданин, любой ответственный гражданин может включиться в эту систему. Ну, например, есть сайт «Активный гражданин», куда можно направить любой запрос и любую жалобу. Очевидно, что система электронного документа оборота в значительной степени уже является разрешением проблемы коррупционности, потому что она исключает прямой контакт гражданина и чиновника. Ну, или, во всяком случае, сводит его к минимуму. И если мы будем в дальнейшем развивать эту систему, то она в значительной степени снизит вероятность коррупционных сделок. Ну, и самое последнее. Мы должны отказаться от психологии, привитой у нас несколько десятилетий назад, о том, что если человек сообщает какую-то информацию в соответствующие правоохранительные структуры, он поступает плохо. То есть у нас есть такая психология так называемого стукачества. То есть человек, который сообщает о каком-то противоправном деянии, это значит плохой человек, потому что он доносчик. Ничего подобного. Во всем мире это общепринятая практика. И очень странно, что в нашей стране в период перестройки сложилось представление, какое-то превратное представление о том, что добропорядочный гражданин, который поступает таким образом, является каким-то доносчиком, совершает какое-то аморальное деяние. На самом деле, конечно, человек должен сообщать о любых противоправных деяниях, неважно, носят они коррупционный характер или просто являются преступными действиями, о которых он знает. И не только ничего зазорного в этом нет, но это долг и обязанность любого гражданина не скрывать эту информацию, а делать ее достоянием соответствующих структур и достоянием гласности. Поэтому нам нужно изменить, работать над собственной психологией. Нам нужно быть в достаточной степени ответственными гражданами своей страны и жителями своего муниципалитета, в котором мы живем, для того, чтобы понимать, что если мы знаем, недостаточно просто не давать взятку. Нужно бить по рукам тех взяточников, которые находятся рядом с нами. И если будет создана система, при которой все-таки человек поймет, что это его долг сообщить о том, что его сосед является взяточником, это никакой недоносчик, это нормальный, порядочный гражданин.